Весенний-летний период в центре внимания профилактических рейдов МЧС, частный сектор, дачи и садовые товарищества. Ведь причане начинают наводить порядок на своей земле и частенько сжигая топавшую листву и сухую траву, забыв о правилах безопасности. Как итог, горожане и их участки становятся частью неутешительной статистики пожарных. У нас с начала года на территории нашего областного центра города Бреста зарегистрировано 18 фактов возгорания сухой растительности. К счастью, в результате возгорания сухой растительности здания и сооружения не повреждены, а также нет травмированных и нет погибших. Но вместе с этим следует помнить, что у нас 5 мая все люди православной конфессии будут готовиться к замечательному празднику Святой Пасхи. И в рамках этого праздника, в рамках подготовки к этому празднику все стремятся навести порядок на своих приусадебных и дачных участках. Здесь следует помнить несколько простых правил для того, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности. На своих приусадебных участках разрешается разводить костры, контролируемое сжигание мусора. Но при этом производить это надо в безветренную погоду. Находиться необходимо непосредственно у кострища и иметь при себе первичные средства пожаротушения. Любые. Это может быть штыковая лопата, это может быть огнетушитель, либо ведро с водой. Запрещается при разведении костров использовать легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. За неисполнение этих простых элементарных требований предусмотрена административная ответственность. В соответствии с частью 7 статьи 24.36 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за нарушение правил пожарной безопасности, которые сейчас мной были озвучены, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 5 базовых величин. Особое внимание рейдовая группа уделяет домам, где уже происходили пожары, а также посещают одиноко проживающих пожилых граждан, чтобы не только проверить состояние их извещателей, но и оказать посильную помощь. Специалисты МЧС проводят с ними инструктивно-разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной безопасности как дома, так и на предусадебных участках, а также информируют население о возможностях государственных организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. Во-первых, я знаю, что трава сухая, может быть, загореться. Ставим бочку, траву сухую сюда кидаем и поджигаем, сгребаем все. Листву также, тоже по осени. Ну, я говорил уже, что по осени нас мусорка забирает, мы сгребаем в пакеты и забирают листку. Я думал, что я много знаю, но много получил нового в связи с изменением обстановки в стране, усиление ответственности за пожары. Поэтому еще раз спасибо от вас полученной информации и предложения. Страху буду выполнять и советовать своим соседам. Молодцы. Там, где буду участвовать. Следить за безопасностью необходимо. Напомню, что ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в жилых домах, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, возложена на их собственников. Поэтому проверьте на работоспособность автономные пожарные извещатели, а в случае их отсутствия обязательно установите их, ведь маленький датчик способен спасти жизнь вам и вашим близким. Зелина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.